Как вас зовут? Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна живет в Горловке, которая здесь, особенно в начале войны, здесь сильные обстрелы были, да? Конечно. Ваш думал? Ближе, как у нас, лично у нас осколок, он в зале, там мы бы еще не переделали дырка в окне, ну гараж, естественно, там подолбанный. То есть громко было очень сильно, да? Ну, конечно. А вы прятались где-то? Ну, как, немножко уезжали, да, ребенок маленький. Женка была, внук. У вас есть еще и внук. Сегодня мы, друзья, приехали проведать женщину, которая живет с дочерью, да, у вас получается? Нет, у меня он под опекой мальчик. А, под опекой мальчик. Дочь умерла. Да. Дочь умерла, я забыл, извините, что бабушку воспитывают одна внука. Да. И сегодня, благодаря вот вашей поддержке, мы приехали, привезли продукты. Спасибо большое. Мы знаем, что ей очень сложно сейчас, потому что это край на Горловке и здесь. Это ближе к Углегорск, можно сказать. Да, ну, считайте, что Углегорск. И все же, когда Углегорск брали, все же вся техника через нас шла. Блокпост собирались там наверху ставить, но мы тогда отстояли, не разрешили. Ну, сейчас линия фронта немножко продвинулась вперед, но все равно слышно, вот мы видим, Светлодарскую дугу слышно сильно. И туда, и оттуда. Ну, и отсюда, и отсюда. Оно может, и туда, и туда, и туда. Огромное спасибо, друзья, вам за вашу помощь и низкий поклон, что вы помогаете людям, нуждающимся в нашей помощи. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо большое.